Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала, и те люди, которые видят меня в первый раз. Меня зовут Наталья Петровская, я плету кашпо, и поэтому мои каналы называются Кашпошницы. Скоро наступает Новый год, и каждый Новый год я провожу благотворительную акцию в помощь детскому хоспису «Дом с маяком». Для тех, кто не знает, я хочу рассказать, что такое хоспис, потому что я знаю, что не все люди понимают, что такое хоспис, и не все люди понимают, что такое детский хоспис. Хоспис – это место, где дети проводят последние дни на этой земле. У них могут быть разные заболевания, но так или иначе в хоспис они попадают для того, чтобы достойно уйти из жизни. Им оказывают разную помощь врачи, волонтеры, сотрудники и в первую очередь их семья. Эти дети каждый свой день, каждую минуту испытывают боль и испытывают волнение и тревогу перед тем, как очутиться не на этом свете. И точно так же боль, тревогу и бессилие испытывают их близкие – их мамы, их папы, бабушки, дедушки, братья, сестры. Также эту боль испытывают волонтеры и сотрудники детского хосписа. Я человек, который плетет кашпо, мебель и разные изделия из искусственного ротанга. Я мастер и преподаватель, который обучает других людей плести разные изделия. Каждый год до этого я самостоятельно, своими силами плела какие-то незначительные игрушки и также проводила акции по продажам, 100% от выручки которых шли в пользу детского хосписа «Дом с маяком». Но в этом году я обучила больше 300 учеников. Мы соберемся и все вместе наплетем много-много шаров. Почему возникла идея создания таких шаров? Вот посмотрите, вот это, некоторые даже могут назвать это какой-то бобиной с проводами. Нет, на самом деле это искусственный ротанг, из которого мы плетем вот такие шары. А вот это уже готовое изделие. И для меня вот это как символ, как ниточка, из которой можно раз-раз-раз сделать вот такое изделие. Кому и для чего нужны эти изделия? В первую очередь эти шары, как я себе представляю, несут радость. Они очень тактильные. Они могут быть разных цветов, разной плотности, разного размера, разной величины. И это так удивительно, когда вот вдруг из какого-то непонятного, казалось бы, материала создается такая радость. Посмотрите, какие они пушистики. Их можно вот так украсить гирляндой. Знаете, когда я показала в доме с маяком эту гирлянду, наш куратор Ксения сразу сказала, О, так это же может быть очень удобным ночником и стоять на тумбочке. Когда ребята просыпаются, они могут это видеть. Или мама будет сидеть рядом с ребенком и видеть вот эти огоньки. И в чем же суть моей акции? Почему я хочу вас тоже вплести вот в этот шар добра, шар милосердия? Акция очень простая. Я оставлю сейчас реквизиты и QR-код. И каждый желающий может пройти по реквизитам и QR-кодам и перечислить посильную помощь в адрес дома с маяком. Вы можете заплатить определенную сумму, которую вы сами определите. Либо на постоянной основе сделать пожертвование, например, на целый год. Либо сделать разовое пожертвование и купить, например, такой шар для себя. Или купить такой шар и сказать, передайте от моего имени в дом с маяком. Что с этими шарами планируют делать дом с маяком? В первую очередь, как мы поговорили с Ксенией, хотелось бы, чтобы каждому пациенту или близкому пациенту, или сотруднику достался такой шар, как символ. Понимаете, вот все оно круглое. Похоже на глобус, на земной шар. Похоже на какое-то, не знаю, сплетение мыслей, сплетение чувств. Как можно осуществить пожертвование и что можно сделать на это пожертвование? Можно зайти на сайт по QR-коду. Для этого надо просто навести на вот эти квадратики камеру своего телефона, и он вам сам предложит перейти. Либо, если вам это сложно, можно зайти по ссылке, которую я оставлю, перейти и сделать посильное пожертвование и купить шар. Этот шар вы можете оставить себе. Для этого вы должны будете написать мне свой адрес, прислать чек, что вы сделали пожертвование, и сказать, Наташа, пришли мне шары, или пришли мне два шара, или три, или пять шаров. Я хочу, например, украсить свой дом, свою елку, положить как снежок под елку, показать своему ребенку, что я купил для того, чтобы какому-то другому ребенку стало получше. Вы можете купить этот шар и отправить как пожертвование в дом с маяком. Будьте уверены, я передам все-все-все ваши шары от вашего имени тем, кому они предназначены. Дом с маяком положит, например, такой шарик на тумбочку к ребенку. Очень приятно им играть. Они такие, знаете, очень тактильные, очень навевают на какие-то философские мысли. Мы планируем также украсить елку и двор в доме с маяком, для того, чтобы и прохожие видели, и чтобы дети, выглядывая в окно, видели тоже эти шары. Очень хорошо бы, конечно, украсить каждый шар вот такими огоньками. Но, к сожалению, пока мои лично финансы не позволяют купить достаточное количество гирлянд. Если вы захотите купить гирлянды от своего имени, свяжитесь со мной, я расскажу, как это сделать. Я хочу сказать, что добро не работает со знаком минус, не работает со знаком деления. Добро – это всегда умножение, и добро – это всегда прибавление. Я точно знаю, что как только какое-либо добро начинает твориться вокруг тебя, очень много желающих присоединиться и помочь. Например, как только я задумала сделать эту акцию и согласовала ее с домом с маяком, тут же мой поставщик ротанга – это компания Молтрейд, она находится в Гатчине, и лично Наталья Толочка, директор этой компании, сказала мне, я тоже участвую, я тебе вышлю дополнительный ротанг. То есть ротанг у нас уже есть, у нас уже есть руки, у нас уже есть желание, у нас уже есть помещение, которое нам предоставит Центр Московского долголетия «Таганский-2», для того, чтобы мы могли там встретиться, пообщаться и сплести достаточное количество шаров для каждого. Я понимаю, что благотворительность не имеет цены, она имеет только ценность, но тем не менее, мне бы хотелось, если вы решите купить шар для себя, чтобы минимальная цена шара была, ну, 500 рублей. Но если у вас нет 500 рублей, а вы хотите помочь 100-200 рублями, это тоже принимается, мы тоже можем решить этот вопрос. И естественно, если у вас пожертвование в пользу дома с маяком, и вы хотите купить шар или сделать пожертвование и перевести эти деньги и сказать, у меня есть 100 рублей, но я могу, но я хочу подарить шар. Наташа, подари от моего имени шар, но у меня только 100 рублей. Давайте свои 100 рублей, давайте. Эти 100 рублей порой, знаете, бывают гораздо важнее тысяч. Ну, тысячи я бы тоже приняла. Ну, не я сама, конечно же. Как вы понимаете, как я уже сказала, все пожертвования по прямой ссылке идут в дом с маяком. Оплатить можно разными способами. По карте, по телефону, на сберкарту. Все реквизиты по ссылке. Сейчас я оставлю QR-код, вы наведете камеру и сможете сделать пожертвование. Особое предложение для блогеров. Я очень прошу блогеров. Я знаю, что у многих блогеров есть маякашпо. С некоторыми блогерами мы дружим. Кто-то меня не знает. Но, дорогие мои, если вы можете, сделайте репост этой записи. Я со своей стороны. Поклон мой вам и благодарность. Вы можете приехать на наше плетение, снять свой контент. Большое вам будет спасибо за распространение. И, конечно же, вы получите тоже в подарок вот этот шар добра, шар радости. Вот такая акция. Не знаю, что больше сказать. Хочется сказать многое. Но, знаете, в такие моменты всегда вот скатываешься, понимаете. Мне не хотелось. Когда я хотела рассказать эту акцию, мне многие советовали. Покажи больных детей, и вызове жалость. А я так не хочу. Я хочу, чтобы мы шли с добром. Чтобы каждый из нас понимал, что тем людям, которым сейчас хуже, чем нам, им очень хочется радости. Им очень хочется человеческого тепла. И мы все в состоянии сделать это тепло. Ну что, давайте начнем плести. Начнем дарить другим радость. Если у вас есть какие-то вопросы, связывайтесь со мной напрямую по телефону без всяких, знаете, заморочек. Просто позвоните, просто напишите в WhatsApp. Я обязательно отвечу, и мы обязательно сделаем добро. Есть у меня цель набрать много денег на эту акцию. А что сделать с деньгами хоспис? А им виднее. Вы знаете, у них вот так, вот так, вот полным-полно задач, которые они должны решить, чтобы сделать жизнь других полегче. Ну а теперь подробности. Акция будет проходить с 25 ноября по 31 декабря. В любое время вы можете зайти по QR-коду или по ссылке в описании к этому видео или в шапке профиля. И сделать посильное пожертвование. Напишите мне тогда свое волеизъявление, как вы хотите, чтобы на это пожертвование был шар передан в хоспис или передан вам. Внимание, доставка оплачивается отдельно. Но вы можете заказать такое количество шаров, какое захотите. Ну, цвет, скорее всего, не удастся выбрать, но мы постараемся. Очень прошу, давайте радость разделим на всех. И она у нас обязательно умножится. Меня зовут Наталья Петровская, и вы на канале Кашпошница.